Департамент транспорта Самары Документирован по итогам января перевозчику будет не в полном объеме оплаченная работа маршрута. Кроме того, по данному факту будут применены штрафные санкции. Администрация Самары в телеграм-канале Вести с Дворянской сообщает о том, что президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на второй грантовый конкурс 2024 года. Участие в нем могут принять ни государственные, ни коммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Подробные правила есть на официальном сайте фонд культурных инициатив РФ. Там же заполняется заявка. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что в связи с тем, что прожиточный минимум в этом году был увеличен, суммы выплат по такой государственной помощи, как социальный контракт, также выросли. Социальный контракт – это помощь государства по поиску работы, открытию собственного дела, развитию личного пособного хозяйства. Во время учебы оказывается ежемесячная помощь в размере 7 916 рублей. После трудоустройства в течение трех месяцев выплачивается прибавка к зарплате в размере 15 833 рубля. Также выделяется до 30 тысяч на обучение. Можно оформить ИП или устроиться в качестве самозанятого кондитера, мастером ногтевого сервиса, парикмахером, портным. На развитие бизнеса можно получить до 350 тысяч рублей.